хэллоу як справы калай сын и зизлорым ругура хардзима ну и привет как дела если вы что-то поняли на своем родном языке то конечно обязательно лайкос но и напишите в принципе правильно говорю я или нет а для того чтобы было вам еще интереснее писать то челлендж небольшой в комментариях будешь ли ты брать смартфон на 1111 а как вы поняли это видео топ смартфонов который можно взять на 1111 и в этот раз я подобрал еще более интересные модельки и как вы понимаете это серия видео будут еще и другие видосы поэтому подписывайтесь на этот канал и не забывайте о розыгрыше розыгрыше одного из самых интересных смартфонов пока m4 pro который еще не вышел но скоро выйдет а если не забуду то ссылочка в описании и все условия там нужно будет выполнить но а на этом видео давайте наберем тысячу лайков как это обычно бывает если сделаете репост уважуха подпишитесь так вообще респект полнейший это скрайп топ начинаем начнем с компании realme потому что есть отдельный любитель этой компании и не мне вам об этом говорить realme 8 pro в некоторых отношениях этот смартфон уступает конкурентам но есть на что посмотреть но и те кто любит оболочку realme юай то конечно для вас вариант просто отличен экран 64 дюйма супер amoled матрица full hd плюс разрешение а здесь всего лишь 60 герц и 180 touch корни горилла глаз третьего поколения и все остальные дела то есть по экрану он конечно будет немного проигрывать конкурентам плане того что он не совсем обновлен но это amoled матрица значит все будет ярко отлично и за счет пониженной герцовки это телефон будет держать неплохо батарею вот такие дела по размерам 160 и 6 на 73 и 9 неплохие размеры а вот по производительности тот самый знаменитый snapdragon 720g который вечен который получился отличным и вы понимаете что это модифицированная версия 730 snapdragon здесь 8 нанометров видеоискрытель adreno 618 6 гигабайт оперативной памяти lpddr 4 поколения 128 встроенной ufs 2.1 в antutu средние 327 тысяч баллов то есть это средние показатели для того чтобы пользоваться смартфоном принципе немного можно даже в игры поиграть но и вытягивать фотографии этот процессор должен неплохо а фотоаппарат здесь будет здоров на 108 мегапикселей от компании samsung апертура f1.89 ширик на 8 черно-белый на 2 и макро объектив на 2 в общем друзья весь набор фото модулей присутствует но и ширик тоже есть он в левом верхнем углу мне кажется это отличное решение потому что когда по центру это не всегда удобно для просмотра определенного рода контента батарея на 4500 миллиампер час и быстрая зарядка на 50 ватт вот такие дела а ценник у этого смартфона очень даже неплохой 17900 рублей на распродаже или же примерно 250 долларов но это друзья смартфон так себе для затравочки дальше пойдут просто топ и и один из самых интересных и по моему мнению оригинальных смартфонов это вам пласт норд 2 да вы можете в этом году взять недорогой ван пласт когда ж такое было а старожила скажет да такое бывало и это было примерно четыре года назад и так экран 6 43 дюйма это супер амолит матрица samsung и третьего поколения full hd плюс разрешение и здесь 90 герц частота обновления что является наверное минималочка для 2021 года а учитывая что это ну типа флагман то здесь конечно же все неплохо и gdr 10 плюс 180 touch размеры 159 и 1 на 73 и 3 189 грамм то есть небольшой смартфон достаточно компактный и очень хорошо будет лежать в руке а вот по производительности здесь все очень интересно деменции 1200 напомню что именно с этого процессора у компании mediatek получился настоящий флагманский процессор без каких-то урезок это 6 нанометров видеоускоритель мали g77 как понимаете улучшенная версия 76 8 гигабайт оперативной памяти l5 ddr 4 поколения 128 и уфс 3.1 и в antutu больше 600 тысяч баллов убивает этот смартфон для компании мтк это абсолютный рекорд но и в принципе деменции 1200 зарекомендовал себя как игровое решение потому что стоит на некоторых игровых смартфонов но если вы не играете в игры то этого процессора вам будет за глаза и на долгие годы основной датчик на 50 мегапикселей тот самый знаменитый от компании sony amx 766 который стоит на многих флагманах апертура f1.8 ширик на 8 и 2 мегапикселя в боке а вот салфи здесь прокачанная на 32 мегапикселя если вы салфиман или салфи вуман то конечно для вас этот вариант отличный батарея на 4500 миллиампер час и быстрая зарядка на 65 ватт отличное решение смартфон будет заряжаться примерно за 30 минут и ценник самое интересное 377 долларов и это не последние ценники друзья учитывая все скидки купоны и все остальное то цена может упасть еще меньше а сейчас примерно 27000 рублей и конечно если вы хотите узнавать об актуальных скидках купонах и всем остальном то переходите на мой телеграм-канал подписывайтесь там друзья будет вся актуалочка далее сиуми не один слайд но куда же без сиуми в этом топе телефон получился интересным сбалансированным и многие купили его на старте продаж потому что действительно был топ за свои деньги да и в принципе сейчас им остается интересно что здесь другая диагональ экрана 655 дюймов amoled матрица что нетипично для компании сиуми частота обновления 90 герц неплохо touch 240 экран 10 битный то есть это хорошая отличная amoled матрица который будет вытягивать все на свете размеры 160 и 5 на 75 и 7 то есть это небольшой смартфон а весит он всего лишь 157 грамм то есть вообще очень-очень легкий смартфон а по производительности здесь все очень тяжело snapdragon 780 g 5 нанометров это абсолютно новый производительный и мощный процессор 700 линейки adreno 642 6 гб оперативной памяти lpddr4x 128 встроенный новый и уфс 2.2 и в antutu примерно вдумайтесь 567 тысяч баллов казалось бы 700 линейка но по производительности это просто монстрюга какой-то а вот камера у него на 64 мегапикселя от компании samsung апертуры f1.79 тоже неплохо ширик на 8 макро на 5 ну и сэлфи камера на 20 мегапикселей тоже потянет батарея 4250 миллиампер час и тут мы понимаем почему смартфон такой легкий да именно батареи пожертвовали в этом случае а зарядка 33 ватта тоже неплохо для этого года целом те кто любит оболочку милой то конечно для вас это абсолютно проверенный прошаренный вариант сиумими один слайд отдают всего лишь за 19 тысяч рублей или примерно двести шестьдесят пять долларов отличный ценник для этого смартфона далее наверно максимально нашумевший смартфон абсолютно проверенный со всех точек зрения пока f3 лидер продаж и если вы его до сих пор не купили а хочется его приобрести то рассмотрите к покупке потому что ценник должен упасть максимально это глобальная версия все правильно все отлично никаких проблем кроме конечно же датчика приближения диагональ 667 дюймов это молит матрица samsung ей четвертого поколения 120 герц 360 touch hdr 10 плюс корни горелок глаз пятого поколения хороший отличный проверенный экран камера встроена ровно по центру и она кстати очень маленькая по размерам почти что рекорд по производительности snapdragon 870 отличный не греющийся 7 нанометров и дешевых производительности adreno 650 6 гигабайт оперативной памяти lp ddr пятого поколения да друзья именно 5 за этот ценник 128 ufs 3.1 и в antutu больше 700 тысяч баллов то есть это просто абсолютно отличное игровое решение за этот ценник камера на 48 мегапикселей а и микс 582 есть также ширик и 20 мегапикселей фронталочка принципе этой камеры конечно хватит за глаза и она снимает очень даже неплохо за счет своих алгоритмов пока батареи 4520 миллиампер час 33 ватт зарядка turbo сиуме charge здесь присутствует то есть смартфон заряжается достаточно лихо и бодро примерно за 52 минуты до 100 процентов это неплохие показатели и так ценник обещает нам примерно в 20000 рублей ну давайте вот понизим планочку 19 тысяч 999 рублей согласитесь ценник уже неплох в долларах примерно 290 долларов туда-сюда обратно но за это цене глобалка будет выглядеть неплохо ну и последний в этом топе редми ноут 11 про именно про версия напомню вам параметры экран здесь 667 дюймов это амолед матрица и конечно же 120 герц 360 touch корни горилла глаз 5 поколения то есть это новая современная амолед матрица на смартфоне который стоит достаточно дешево по размерам здесь будет все стандартно как стандартный сиуме а вот по производительности очень интересное решение медиатек где меньше 920 да вот такие дела малиджи 86 6 гигабайт оперативной памяти lp ddr 4 поколения 128 стройной и уфс 2.2 и в антуту примерно 500 тысяч баллов убивает от смартфон по производительности согласитесь все отлично и он совсем немного уступает 700 линейки snapdragon для компании мтк я считаю это абсолютный прорыв камера на 108 мегапикселей апертура f1.89 тоже неплохо от компании samsung ширик на 8 портретник на 5 и макро режим тоже присутствует салфи камер на 16 мегапикселей и именно в этой версии стоит батарея на 5160 миллиампер час это просто отличная и очень мощная батарея а для того чтобы заряжать ее в разы здесь зарядка друзья лежит в комплекте на 67 ватт вот такие дела очень все постелили неплохо но конечно ждем от смартфона глобалки как он будет называться или же название стать таким же пока что непонятно но согласитесь цене в 250 долларов примерно или же 17800 рублей выглядит очень аппетитно для этого смартфона на этом мой топ закончился далее следующая часть там я подобрал еще более интересное решение поэтому подписывайтесь на этот канал ну и спонсором большой респект